МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Битва стартапов". Это оригинальные и банальные идеи. Семь молодых спикеров, еще только мечтающих о своем деле или уже начавшие воплощать мечты в реальность. Объединяет их одно. Каждый выступит перед 10-ю серьезными экспертами, среди которых руководители среднего и высшего звена банковской сферы, СМИ, администрации города, а также бизнес-тренеры и, конечно, состоявшиеся предприниматели. Это является нарушением закона о персональных данных. Сколько ты хочешь зарабатывать на этом итоге? Какой кэшфлоу генерируется? Свидетельство на этой программе ИВМ вы можете получить. В принципе, мы можем вам в этом помочь. Мы продолжаем телепроект «Битва стартапов». Проводится он в рамках программы «Ты предприниматель», которая реализуется Министерством экономического развития Российской Федерации, Федеральным агентством по делам молодежи и Министерством образования и молодежной политики Чувашской Республики. 12 раз пытался открыть свой бизнес Артем Григорьев, а ему на минуточку 20 лет. Я думаю, что это пришло в школе, когда я читал книгу Роберта Киасаки «Квадер от дирижного потока». Это было в одиннадцатом классе, и я понял, что я хочу быть в секторе «Б», в секторе владельцев бизнеса, а не крутиться в красивых бегах сектора «Е» или сектора «С», работников по найму. До этого занимался кислородными коктейлями, цветами, пиротехникой. Делали мы IT-стартап, приложение разрабатывали с командой. Письма Деда Мороза были, продажи на Авито, на Юлия всех разных товаров. По мелочи. У меня уже есть реализованный бизнес, это магазин мобильных аксессуаров. Я хочу открыть новое направление в магазине. Вот с этой идеей я пришел сюда, это печать на мобильных аксессуарах. Вот, так это выглядит. То есть это, в принципе, проект-продукт не новый. Он уже реализован, есть он в Чебоксарах уже много лет. Вот, но когда я создавал этот проект, эту презентацию, я думал, когда создавался Google, уже была Альтовиста и Инфосик, например, то есть поисковики. Но Google у всех обошел очень быстро. Когда был YouTube, уже был Zikom и Share Your World, что-то такое было. То есть были сервисы, такие же функционалы, как YouTube. Они все умерли, а YouTube живет. То есть, в принципе, не нужно создавать иногда что-то совершенно новое, инновационное, чего нет вообще, в принципе, еще пока на планете. Можно взять что-то готовое, сделать это хорошо и на этом заработать. Вот, это, получается, могут быть просто простые штуки, как-то имя, фамилия, компания, локотип компании, либо что-нибудь там связанное с Чувашей, какие-то там прикольные штуки. То есть кому что-то нравится. Вот, дальше. Вот я подумал, а вот на чехлах-то делают все, а вот на фейербанках, никто не делает. А тут весьма хорошее покрытие, такое металлическое. На него ляжет принт. Вполне можно сделать. Я внутри не нашел такого. Почему бы нет. Это наш логотип, кстати. Это хочу так сделать. Свой логотип налепить на чехол и на фейербанк себе. Дальше. Вот, ЦА, она, в принципе, ну, думаю, ну, примерно это в основном женщины, возраст там 14-30 лет. И, как правило, владелец айфонов. Вот, также мне говорили, что эта ниша уже, как бы, старая, она умирает. Это был популярный год-два назад. Сейчас, типа, уже это не особо. Тренд прошел. Вот, однако, по истории запросов нет никакого упадка тренда. То есть тренд, он, может быть, не растущий, но он более-менее такой стабильный. Вот, инвестиций нужно очень мало. Там, буквально, принтер купить. Если бушный покупатель не очень хороший, то, ну, не самый крутой, то 20 тысяч, это вполне можно ложиться. Вот, обычный 4-х цветный принтер. Там, какой-нибудь HP. Вот. Пресс для чехлов. И этот пресс, он подходит не только для чехлов, но и для других предметов. Это могут быть брелки, например, те же паэрбанки и так далее. Ну, для кружи, конечно, что-то особенное. Можно даже печатать футболки, в принципе. Ну, здесь можно потом расширяться, если это пойдет. Вот. И заготовки, они там тоже дешевые. Чехлы обычные. Они даже есть в наличии у меня в магазине уже. Себестоимость оттиска 5 рублей. Сам чехол стоит рублей 50. Хороший, подороже. Чтобы был качественный пластик, на котором хорошо лежит краска. Краска садится. Вот. При розничестве не 500 рублей. Это цена средняя по рынку. У нас, я смотрел, QCase так продают. Там, AnteService вроде бы тоже, прям, такие цены. Но маржа нормальная. Вот. И при этом печать оттиска с прогретым прессом, она снимает 15-60 секунд. То есть, можно напечатать какую-то типовую картинку из каталога, прям при клиенте. Пришел клиент, он хочет купить чехол. Ты ему говоришь, а вот хотите что-нибудь уникальное для себя, там, Хамарьял написать, например, на своем чехле. Вот. Он говорит, ну, окей, давайте. И сразу при нем напечатал, и все классно. У меня уже есть офлайн и онлайн площадки, где я могу этот продукт продвигать. Это Инстаграм, это сам магазин. Вот. Там можно сделать выбор, сделать баннер такой. Также будет каталог именно тематических таких вот наборов. Например, там, цитаты каких-нибудь из фильмов. Вот. И это будут более низкие цены, потому что картинка уже готова, и, соответственно, затрат меньше по времени и по деньгам. Вот. Также можно принты делать на других аксессуарах. Зашла я в Инстаграмчик, сейчас подписчиков тебе добавлю, да. 521 у тебя теперь. Значит, вопрос. Ну, первый. Что работает лучше у тебя, розница или интернет? Конечно, офлайн. Интернет плохо очень работает. Инстаграм у нас только как бы начинает прокачиваться. Но это видно, да? Да, видно вообще. Что-то пока мы не умеем, но мы еще не настраивали таргет. Из дополнения, я думаю, сейчас все тебе об этом скажут. Маржа пишется через букву А. Ой, да. От слова маржинальность. Да, и уже Дмитрий говорил вчера об этом. Я забыл исправить это слово, да. Вот, и смотри, с точки зрения дальнейшего развития проекта, ты собираешься также работать на физиков или ты собираешься расширяться на юрлице? Потому что, ну, условно, та же самая печать на пауэрбанках, ну, она есть. Ее делают очень многие типографии, например, как юрлицу, да? То есть на такие маленькие дешевые пауэрбанки, это да, есть. Я вот прямо вот про такой акцент, я еще не видел, что печатали такой большой. Ну, и на больших тоже печатают. Ну, да, в принципе, наверное. Сколько денег мне не жалко, как компании, на то, чтобы нанесли. Планируешь ты расширяться на юрлице? Да, у меня есть двое знакомых, с таким мы общались с партнером. Один в Ниженовгороде, один в Чебоксарах. У них типографии свои, и они работали именно в B2B. Они в свое время работали в B2C, то есть делали там поштучное там и так далее. Теперь они полностью отказались от физиков, то есть делают только корпоративные заказы. Вот так. Если эта ниша зайдет, то, конечно, выйти надо в B2B, да. Ну, а нужно ли отказываться от физиков в этом случае? Есть разные бизнес-модели. Может быть стоит, может не стоит, надо тестировать, смотреть, как будет. И каковы, собственно, твои, скажем, преимущества перед конкурентами? Потому что твой каталог могут скопировать на раз. Сегодня ты выпустил, завтра конкуренты его скопировали, делают то же самое. Вот так я сам буду скопировать конкурентов, да, конечно. Конечно. Вообще, очень трудно. Я вот очень долго думал, какое будет преимущество перед конкурентами. Но я думаю, это может быть сервис. То есть просто делать все качественно, общаться хорошо с людьми, чтобы они были довольны. Ты же понимаешь, что есть ограничения. Если у тебя одна точка, две точки, это вот количество клиентов заказов, это узкое место, и его надо будет расшивать. Онлайн это решает вопрос. А каким образом ты будешь сервисить онлайн качественно? За счет чего? Есть ли у тебя ресурс на сегодня для этого? Ну, самое простое – давать… Вот есть три варианта обмена. То есть обмен с недосдачей, обмен равноценный, обмен с превышением. Вот самое, мне кажется, классное – это обмен с превышением. Именно вот на это надо делать упор. То есть чтобы человек получал больше, чем ожидал. Заказал, допустим, чехол с принтом, а ты подарок что-то еще даешь ему. И не видно, честно говоря, финансовой модели, есть некий расчет себестоимости, да, но сколько ты хочешь зарабатывать на этом в итоге, там, какой кэшфлоу генерировать, сколько клиентов, сколько принтов делать. Да, это очень хорошее замечание. Конечно, нужно финансовую модель именно с прибылью посчитать. Но если делать, допустим, 20-30 заказов в месяц, ну, хотя бы, да, то лучше там будет, там, тысяч 10, например. И дополнительно 10 тысяч к уже имеющейся офлайн-магазину для начала можно все это начать. И окупаемость будет, там, месяца три оборудования. Ну, а так надо расти, да, это зависит от трафика, насколько мы сможем ввести трафик, как его конвертировать от этого. Вообще, да, это мой недостаток, я не сделал финансовую модель, да, это неправильно надо сделать. Молодые предприниматели нужны городу. Люди, которые интересуются новыми проектами, а не только зарабатываемыми денег и массой прибыли. Эти люди способны и сейчас, вот видите, переложиться с одного проекта на другой, искать какие-то новые реализации своих, заложенных в них либо природой, либо образованием каких-то качеств. И они стремятся к тому, чтобы стать предпринимателем больше, стать каким-то инновационным человеком, чем предпринимателем. Считать посетителей, при этом распознавать их настроение и возраст. Умные технологии для бизнеса предлагает Игорь Сорокин. Хотим для бизнеса повышать эффективность бизнеса, торговых центров и ритейл-магазинов за счет качественных данных о потоках посетителей и поведении их. То есть вот наша цель такая. На текущий момент мы производим четыре устройства. Это автономные инфракрасные датчики учета посетителей. Они работают по принципу пересечения лучей инфракрасных. У нас есть четыре модели, от простых до более сложных. Текущие разработки, они уже продаются по всей России, мы их продаем. Как они работают, я показываю на следующем слайде. Принцип пересечения луча 1-2. Если человек пересекается луч 1-2, то это вход. Если он пересекает 2-1, то это выход. Таким образом мы можем считать количество входящих-выходящих. Плюс мы можем в реалтайме считать количество посетителей в магазине, в торговом центре. Сколько сейчас в конкретное время находится людей в магазине. И прямо это в реалтайме выводить информацию в облако и на компьютер торгового центра или торговой точки. Дальше. Новое решение, которое мы сейчас представляем, это трафик 3D стерео. С помощью этого датчика можно будет считать проходящий трафик с улицы. То есть расположив его на входе и определенным образом настроив алгоритм калибровку, мы сможем считать, отслеживать количество проходящего трафика мимо торговой точки торгового центра. Таким образом мы также можем влиять на этот показатель, понимая, сколько потенциально клиентов могло зайти в наш торговую точку, в наш магазин и так далее. Также есть возможность определять пол возраста и эмоциональное настроение. То есть что нам это даст? Когда мы сможем замерять эмоциональное состояние каждого покупателя, мы сможем определять, может быть, условно, но некую лояльность к бренду. То есть насколько посетители магазинов, торговых центрах вышли довольные, радостные, или они были грустные, недовольные и так далее. Также будет тепловая карта «Атина зон». Это показывать будет наиболее частые посещаемые маршруты, где люди ходили, где больше останавливались, где проходили мимо. То есть когда новая коллекция была размещена, допустим, был ли спрос на нее, либо люди сразу проходили, не обращали внимания. Здесь я сравнил наше устройство с текущими аналогами. Эта разработка не новая, она есть. Она есть в России, мега-аккаунт-компания. Есть за рубежом. Это Америка, это V-аккаунт-компания. People Counting у них устройство. В наших планах разработать возможность, когда путем идентификации пользователя в офлайн-магазине, в торговом центре, есть возможность идентифицировать этого пользователя с учетной записью в интернете, с онлайн. Таким образом, мы сможем бизнесу давать рекомендации по работе с этим пользователем, в том числе в интернете. В данную разработку мы уже начали делать, также готовы вкладываться в свои собственные средства. И сейчас ищем поддержки в качестве инвестиций для ускорения реализации данного проекта. Количество инвестиций необходимых для проекта на текущий момент в первый квартал это 1 467 000 для закупки оборудования необходимого измерительного производства, арендной платы. Нам нужны здесь два инженера с схемотехника, один инженер для разработки софта на самом железе, на C++, и плюс как минимум один разработчик, который на C-шарпе будет разрабатывать веб-приложение. Во втором квартале также нужны будут необходимые инвестиции в районе 533 000 рублей. То есть суммарно получается, мы рассматриваем привлечение инвестиций в размере 2 миллионов рублей. Качественные данные о поведении. Ну окей, распознали вы, что я зашла улыбаясь, и я женщина. Каким образом вы конвертируете меня дальше? Как вы будете конвертировать меня в покупателя, а не просто в посетителя? Как будет идентификация происходить? Потому что в принципе все крупные ритейлы на сегодняшний день уже работают с бигдатой. Для этого существуют карты лояльности и приложения, которые мне и так присылают постоянно персонифицированные предложения, для того чтобы вы меня... Ну просто у вас, да, идентификация пользователя у вас прозвучала в речи. Как же закон о персональных данных? Если вы меня хотите идентифицировать как покупателя, которого зовут Оксана Очкасова, и проследить за моим поведением, то это является нарушением закона о персональных данных. Мы будем использовать алгоритм распознавания лиц и идентификации данного пользователя с профилем в социальной сети. Ну вы для этого, вы должны меня изначально туда занести. Вы будете со всем фейсбуком сравнивать лица? С помощью использования сервисов, которые на текущий момент предоставляют услуги по идентификации и определению профилем. Ну смотрите, для того чтобы вы меня распознали, мне нужно, чтобы было мое согласие. Если его не будет, и вы меня распознаете, и куда-то пойдет эта информация о моем покупательском потреблении, да, по ее введению, без моего согласия, без моей подписи. То есть получая карту лояльности в магазине, я подписываю соглашение о том, что они могут использовать мои персональные данные. Устанавливаю приложение в телефоне того или иного магазина или компании, я это соглашение подписываю, а с вами я его не подписываю. Согласен. Ну вот в этом будет большая проблема. Если система считает ли она так называемый транзитный трафик, допустим, вот когда мы открывали магазин «Спортмастер», когда-то вот самый первый, он был очень проходной, и 80% трафика просто проходило мимо, чтобы погреться по пути еще бесплатно, заходя в торговый центр «Мегамол». То есть ваше ПО предполагает ли учет отсев вот этого транзитного трафика? Это вообще вопрос, когда у магазина больше, чем один вход. Вот как вы будете считать? То есть это трафик, который мимо этого магазина проходит другой, да? Об этом не думал, честно. Подумать. Стоит подумать, да. Откуда взять бизнес-идею? Из жизни. Внимательно смотришь вокруг и придумываешь, как бы облегчить жизнь окружающих тебя людей. Проект Леонида Татанова тому подтверждение. Я занимаюсь проектом «Система видеонаблюдения». Наш проект особен тем, что в нем меняется концепция самой установки видеонаблюдения. Об этом я расскажу на презентации. Мы уже создали готовый продукт. То есть были заказаны материнские платы из Китая, были корпуса, все это было собрано, было внедрено программное обеспечение, то есть в оперативной памяти было написано программное обеспечение, воспользовались open source опять же. У нас уже имеется видеорегистратор со строенным ПО. Для установки видеонаблюдения обязательно нужно иметь камеру, регистратор, коммутатор, ПК. У нас получается так, что мы из этой цепи убираем персональный компьютер, и цена резко снижается. Здесь мы программу устраиваем в регистратор. Машина выезжает, здесь идет периметр. То есть в принципе это уже есть. Как бы здесь ничего нового. В чем цель? Я хочу сделать так, чтобы было проще вести контроль въезда-выезда. Это оптимизация. Здесь мы видим даты, во сколько машина выехала. Есть такой человеческий фактор, то что люди бывают, забывают отметить, или неправильно пишут, или вообще не отсутствуют на месте. Видеокамеры, они исключают этот момент. То есть здесь мы выставляем периметр. То есть тут все просто. При пересечении срабатывает датчик, получается, и событие фиксируется, заносится в память с датой и временем, и фотографией. Мы хотим выйти на рынок, создать собственный бренд. То есть мы хотим быть действительно хорошими конкурентами. А здесь это пару фотографий. Мы уже действительно протестировали наш продукт, его работу. Совершили некоторую отладку. Тогда программа у вас отдельно сколько стоит? Железо отдельно стоит? Это все вместе? Как вот 20 тысяч? Что это такое? 20 тысяч. Это уже сам регистратор и сама камера. В регистратор уже встроено ПО. То есть за него мы не платим. Мы не платим лицензий никаких. Вот. 20 тысяч. То есть регистратор, камера. Хранение информации. То есть вы имеете в виду пространство для хранения? Записи. Да. Но вот эта запись, ее нужно хранить какое-то определенное время обязательно. Ну да. Это подключается внешний диск накопительный HDD. Вот. И для оптимизации хранения мы... Так же ведется работа по внедрению такого продукта, который сжимает память. То есть мы из 8 терабайт, я говорил, можем сделать 1 терабайт. Это оптимизация опять же. Вы сами эту программу изобрели. Я правильно понимаю, Леонид? Программу изобрел не сам, я скорее скомпилировал. Все взято с опенсурса. То есть были взяты свободные открытые библиотеки. Все это было перекомпилировано и сделано в рабочий вид. А как же авторские права? А это открытый доступ. Открытый доступ, да? Ну вы можете ее, значит, позже сами зарегистрировать. Да, вполне. Тут освидетельствую на этой программе ИВМ вы можете получить. В принципе, мы можем вам в этом помочь. И дальше вы уже можете свой бизнес строить уже на этом. Если в прошлом году это были в основном все-таки идеи, и это были в основном идеи такой молодежи студенческой, то сейчас у нас уже действительно пришли действующие молодые предприниматели, у которых есть действующие субъекты. И что очень мне понравилось, очень много в этом году интеллектуальных продуктов. То есть прямо разработанная своя какая-то интеллектуальная собственность, своя какая-то разработка, которой нет аналогов. Знаний участники битвы стартапов набирались во время обучающей программы. Полтора месяца тренингов, мастер-классов и лекций. В роли учителей ведущие бизнес-тренеры, успешные предприниматели. Программа «Ты предприниматель» – это мощный ресурс для тех, кто хочет создать свой бизнес. Заглянем в аудитории и поучимся вместе с участниками. Что будет для вас рулем, скажем так, маяком, на который вы будете ориентироваться? Мечта. Цель. Мечта. Цель. Кстати, чем отличается цель из мечты, кто знает? Цель – это ты должен поставить задачу, как бы ты пытаешься реализовать, а мечта, просто мечта и желать. Что да, мечта – это какие-то на стене красивые, да, ты на нее время и время подходишь, к этой стене смотришь и говоришь – красота. Если мы говорим о Диснее, то на какой части человечества в первую очередь фокусировался Волт Дисней? Дети. Дети. А что мечтали Apple? Про кого мечтали Apple? Создатели Apple. Кто эти люди? Мы с вами, да? Мы с вами, живущие сегодня. Те, которые могут в любую секунду достать телефон из кармана и позвонить бабушке, которая живет на другом конце планеты. Можно, конечно, не мечтать, что мы будем каждый раз просто доставать это чудо техники, на которое угрохнули миллионы человека часов и больше природных ресурсов, но, тем не менее, они изменили нашу жизнь, изменили ее во многом лучшем. Наверное, у каждого из нас хотя бы в детстве, хоть иногда была идея, такая мечта, как бы мы могли изменить будущее. Я просто смотрю, как ребят меняется за время занятий, восприятие того, что такое предпринимательство, в чем радость будет принимать ее. Потому что изначально это ориентирование на материальные вопросы, а тут они понимают, что они могут менять жизнь людей. Это является осознание мечты, которую можно осуществить при помощи бизнеса, вместо того, чтобы просто мечтать о деньгах. Борис Корсунский в прошлом году строил свой бизнес благодаря знаниям и навыкам, полученным в процессе обучения. Сегодня он делится своей историей. Год назад я был полностью подружен в свой бизнес, в работу. Участвовав в этой программе, я познакомился с огромным количеством творческих, активных, целеустремленных людей, людей, которые тоже имеют или только начинают свой путь в бизнесе. Тем самым, глядя на них, либо вместе с ними, гораздо проще что-то делать, начинать, можно всегда спросить какого-то совета. Полуторамесячное обучение основам ведения бизнеса завершил молодежный конгресс «Движение на опережение». И здесь выступали региональные и федеральные эксперты. Я просто упаковал продукт, ну, в правильный опёрт, потому что люди покупают законченное решение, а не какой-то там… Кот вообще никому не нужен, если его нельзя применить, продать дальше. У ребят молодых очень большие, так сказать, мысли, фантазии. Их нужно всегда направлять. Учить в экономической грамоте, экономике правильно. Не то, что вот как бы в общей экономике, а что такое стоимость денег и прочее, как это управлять, как правильно складывать капитал и прочее, прочее. У кого этому учиться? У успешных предпринимателей. Таких спикеров здесь было не по одному на каждой из шести площадок. На территории «Амбитый» со школьниками вёл диалог бизнес-тренер. На территории «Контактов» объясняли, как продвигать свой продукт в социальных сетях. Для себя как бы решил то, что в будущем хочу быть предпринимателем. И здесь собрались более такие уже успешные люди, которые занимают хорошие позиции в обществе. Очень интересно их послушать, как они как дошли к своим целям. Программа «Ты, предприниматель» появилась в Чувашии шесть лет назад. За это время более 12 тысяч молодых людей от 14 до 30 получили знания, как начать свой бизнес. Я хочу поблагодарить тех экспертов, которые отдают свой практический навык и опыт для того, чтобы обучить нашу молодёжь. А проект «Чувашская республика» делает всё возможное, чтобы наши молодёжь действительно реализовали те свои креативные идеи, проекты, которые принесут пользу нашей Чувашской республике. Итоговый конгресс – это и подведение итогов. Заслуженные награды получили победители конкурса «Молодой предприниматель России», а также призёры Олимпиады для школьников по предпринимательству. Пора и нам подводить итоги. Главная битва развернулась за кулисами. Мнения жюри совпали не во всём. Пока они приходят к консенсусу и распределяют места, вспомним всех участников конкурса. Они делятся мнением, каким должен быть настоящий предприниматель. Для меня предприниматель – это человек с большой уровнем ответственности, когда он отвечает не только за себя, но и за своих близких, за свой дом, за свой город, за свою улицу, за свою страну. Я думаю, что для предпринимателя важнее всего иметь стратегию, иметь систему, из которых выходят ключевые метрики. То есть главное – делать и знать, что делать, если по-простому. Мне так кажется, это человек амбициозный и который не боится трудностей. А трудностей будет, я думаю, много. Человек должен не бояться принимать серьёзные решения, брать на себя за них ответственность, даже если он потерпит крах. Ответственные вины, чем человек, отвечающий за свои слова и просто тупки. Во-первых, не нужно теряться, потому что любая новая ситуация – новый опыт. Во-вторых, нужно быть лидером. В-третьих, нужно быть с хорошей смекалкой. Потому что очень важно, чтобы человек умел выйти из любой ситуации с победителем. Нужно не бояться какие-то новые рамки для себя открывать, да, не бояться выходить за эти рамки. И, наверное, самое важное – это желание что-то делать. И же не именно заработать деньги, а именно чтобы чего-то добиться. Разрешите огласить победителей конкурса «Битва стартапов-2018». Итак, третье место присуждается Григорьеву Артёму Тимуровичу. Проект «Печать на чехлах». Давайте аплодисменты и не жалеем аплодисментов. Третье также место присуждается Гаранину Сергею Геннадьевичу. Бизнес-проект «Система мониторинга состояния кобелей» в цепях постоянного тока до 1 тысячи вольт. Давайте поддержим наших победителей. Это именно тройка призеров. Второе место присуждается Татанову Леониду Евгеньевичу. Система видеонаблюдения и контроля доступа. Леонид принимает поздравления, а мы аплодируем Леониду. И надеемся, что все-таки авторство у нас обязательно будет в этом проекте. И первое место, внимание, друзья, первое место победителям конкурса «Битва стартапов-2018» в рамках программы «Ты предприниматель» занимает Сорокин Игорь Сергеевич, разработка и производство интеллектуальной системы подсчета посетителей. Вот когда я все это готовил, презентацию, проект, думал, да вообще надо это так прорабатывать детально, или можно так просто рассказать. Нет, я понимаю, что все-таки глубина проработки, детализация, она важна в любом деле, и в бизнесе, и вообще в любом деле. Поэтому это придает больше веры. А еще веру придает больше то, что когда вот, ну, получаешь, видишь свой результат, плоды своей работы, да, тогда это придает еще больше веры. То есть когда подкрепляется твое действие определенным результатом, который оценивает окружающее, тогда вера становится в два раза больше, и хочется делать больше и быстрее. На этом все. И как гласит девиз программы «Ты предприниматель» – реализуй свои мечты, а не чужие. Профессиональных вам успехов! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова